всем привет всем доброе утро тут у нас строители маленькие вон что-то скотчем опять а ты думала настоящий маленькие строители строят себе домик халабуду я им разобрал все у них стройка он алис привет алиса привет розы цветут девчонки играют папа с татьяна виктор мы уехали вы не поверите куда они поехали в лес погулять но как бы вроде как за грибами но вы знаете какие тут грибы я почему-то уверен что никаких грибов еще нету но они уехали начинается сорняки нас еще тут урожай не всходит уже сорняки растут это очень печально прополоть бы тут немножко ну да ладно здесь зато салат он уже какой-то набирается капуста мощная мощная будет капуста вон там вон только что-то капусту у меня блин надо и прикормить что ли чем-нибудь навозику и бросить это она такая прям вижу сумру трясется вся болеет ужас жабки маленькие смотрите и пил 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 давай лови мух плитку вот накидал вчера я же вам не показал видите как он мне еще там плитка есть пару пачек тоже также можем будет раскидать вот здесь вот вдоль клубники надо накидать чтобы девчонки ходили щипали сейчас так и сделаю наверно почему бы и нет дождики я надеюсь уже отступили цветочки вон поперли поперли супер солнышко не хватало то их заливала заливала теперь вот будет солнышко здесь юля вон вчера смотрите прополола надо траву выкинуть поддоны вон видите куда мы с папой переместили чтобы место у нас больше было задумал наша стенка она вся такая у нас непонятная какая-то в общем все произошло почему именно так с ней печально потому что у нас дом стоит короче все непонятно у нас и плитка ты кривая и дом стоит фиг пойми как и поэтому у нас и стенка также встала непонятно как но мы ее закрепили очень хорошо сейчас я буду продолжать крепить я вот эти анкера затяну до конца снизу я гайки проварю вот видите как терматура я гайку вот так опускаю здесь делаю обварку и все будет супер прямо замечательно сейчас пойдем дорожку сделаем рядом с клубникой а потом вернемся к шведский стиль и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, верхние крепления готовы, анкера я закрутил, низ еще пока нет. Но тем не менее, хочу уже проверить, выдержит ли она мой вес или не выдержит эта шведская стенка. Вроде бы держит. Ну что, раз все держится, давайте попробуем приварить гайки теперь снизу. Начнем с самой первой, с самой нижней. Да, нашел. Сейчас расскажу вам маленький прикол. Хожу ищу маску. Вот везде искал, везде к папе ходил. Здесь весь огород обыскал. Знаете, где она была? Вот здесь лежал сварочник в чемодане. Рядом сварочная маска. Ну почему я ее не увидел, а? Почему я все везде обыскал? Маску не мог найти. Вот как так? Бывает же такое, да? Вот бывает. Все, пойдем. Да, сварщик из меня еще тут. Варилфик его знает сколько времени и наварил его фиг его знает, как грибочки у меня получились грибочки. У нормального сварщика бы все, просто бы здесь шов был бы классный. Вот так вот шов был бы классный и все. А у меня вон грибочки какие-то. Ну ладно. Главное, что это все держится. Все это шлаг я отбил, посмотрел, как бы, ну, металл есть. Наплавил хорошо. Держаться все будет четко. Пчелки какие-то я вот стал замечать, что ялые почему-то. Ялые пчелки почему-то. Почему с каждым годом пчелы становятся все ялые и ялые. Летает. Лети домой. Лети домой. Дети собрались в магазин. А у нас, смотри кто, грибники приехали. Пойдем посмотрим, сколько грибов они насыграли. Сейчас я подожду, Вероника. Жди, он с этой лягушки прыгает. Мик, мик. Лягушатки прыгают. Привет, грибники. Привет. А что-то у вас грибы какие-то круглые? Красные круглые, картофельные круглые, смотрю, грибы-то у вас. Пап, ну что, как грибы? Открывай, посмотри. Ну, давай, открывай. Ух ты, что, серьезно, что ли? Нет, на рынке купили. Офигеть. Смотрите-ка, и белые, и сыроежки. А вот это кто такие? Не знаю. Но все съедобные. А то мы вчетвером нас собирали. Они свои, грибы нам тоже отдали. Слушай, ну все равно ништяк. Грибы, оказывается, есть здесь, а? Ну да, так же есть. Не все. Прикольно, молодцы. Ты не вовсе на больше, чем грибов. Да ты что, уже что ли? Грибы по грибнику вообще. Офигеть. Машины врублез нельзя, заезжай, не заезжай, не заезжай, оставляй. А что, далеко ездили? Нет, вискую. А, вискую? Через дорогу вот тут как она. Азовка. Ну нормально, молодцы. А они пошли это за этими, за вкусняшками в магазин собрались. Папа пришел, помог мне с кольцами, а то я не мог разобраться. Мог, мог. Сейчас показал мне мастер-класс, как подтягиваться надо. Ага. Подъем с переворотом мне сделал. Да, 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 да. Это было лет 20 назад. Как 20-то больше, пап? Нет, что думаешь, что я после армии не подтягивался ни разу? Нет, я не знаю. Я имею в виду подъем с переворотом и все остальное. Два года назад 20 раз от земли отжимался. А сейчас что? Сейчас где-то 8. А сейчас земля к тебе к себе прижимает? Да, сейчас где-то 8-10. Ну если бы заниматься, то можно было бы, я же не занимаюсь. А я качаюсь, пап, стабильно, каждое утро. Ветер дует, и я из стороны в сторону качаюсь. Молодец. Короче, все, со шведской стенкой мы закончили. Таразанка, кольца, лестница, все висит. Только вот эту вот мы лесенку не стали вешать. Это вообще как бы для маленьких совсем качется. Качелька такая. Поэтому не стали мы ее вешать. Единственное, знаете что, осталось вот покрасить снизу. Но перед тем, как красить, надо, конечно, сюда зачистить. Ну и краску, соответственно, надо купить. Поэтому еще зачищу. А потом надо будет купить краску. Может, сегодня съезжу, куплю краску. Может, завтра. Но пока зачищу, подготовлю. А там видно будет. Главное не убиться. Да, доча? Да, доча. Баба, запрыгнует все и катается. Ты так снимаешь? Да. Конечно, с ним. Так, нет, вдвоем нельзя. Пользоваться. Опа, ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай. А переворотик? Ну, а переворотик-то? Ну, давай, что попа перевешиваешь? Молодец. Только на ковер прыгай, а не на это. Все, как всегда. Не успели девчонки выйти. Как начался дождь. И похоже на долго. Видите, как затянуло небо. Ну, вот и чем вы мне прикажете сейчас заниматься? А? Если на улице опять пошел дождь. Все мои уличные дела. Коту под хвост. Чем заниматься? Только отдыхать больше нечем. Да, пойдем покушаем. И сядем за комп, поработаем. Папа с Татьяной Викторовной нажарили целую кучу грибов. Я решил снять пробу. Они нас угостили. Я грибы люблю. Люблю грузди маринованные. Но у нас жареные белые. Так, будем пробовать местные грибы. Я сметанки немножко добавил. Вкуснятина, ребята. Вкуснятина, ребята. Я думал, грибов нету. А они, оказывается, уже есть. Приятного аппетита всем. Ребята, смотрите, кто ко мне приехал. Ты что-то не доехал немножко? Совсем чуть-чуть. До под навеса. Саня, привет. Приеду. Так. Подоны заберу. Они тебе не нужны? Так, подари, там сколько получилось? 580, Наташа написала. Саня приехал. Говорит, подоны я у тебя заберу. Я говорю, так хорошо. У меня место освободиться. Что ты про плитку говоришь? Краску возьми? Да, да, да. Видишь, сегодня погода нелетная. Я хотел. На поддон положишь? Да. На поддон в доме? Угу. А потом уже покрасывала, она подсосна. Да, 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 да. Все так и сделаю. Спасибо тебе. Сегодня курица и яйца. Обалденно. Спасибо. Дождик зарядил не по-детски. Смотрите, эти маленькие хулиганы. Прыгают, прыгают. Откуда они, интересно, у нас здесь появились? Не было ведь. У нас Саша курицу копченую привез. Тоже сам все делает. Сам коптит. Сейчас я пробу сниму. Вот, видите, она целая, но двумя половинками. Одну половинку я папе с Татьяной Виктором отнесу. А одна половинка нам... Сейчас. Ребята, вкуснотища. Класс. Саша, спасибо. Сейчас скажете, ты в каждом видео ешь их продукцию и в каждом видео говоришь, что спасибо. Но не устаю их благодарить за их вкуснятина. Обалденно. Подниму палубу и вас всех там накрою. Я стала доставать из буфета столовый нож. Все, Алиса позанималась. Теперь я сел заниматься. Юля вот сбоку вот здесь стоит. Я не знаю, что у нас зависло. Ты обнять хотела. Обнять? Так ты подойди, ты обними. Че ты стесняешься-то? Там все в комментариях написали. Юлечка, ты нас не стесняйся. Мы тебя видели всякую. И накрашены. Я не из-за этого стесняюсь. И не накрашены. А поцеловать меня тем более не стесняйся. Я не хотела тебе мешать, потому что камеру не отмазываешь. Не надо, не отмазывайся. Ты мне не мешаешь никогда. Так вот. Теперь я буду заниматься английским языком. Юлечка со мной будет. Только она сейчас начала чай попьет. Ты начала чай попьет. Чай попьет и ты соединишься. Исторические кадры. Юля списывает у Леши. Мне просто лень переводчик залазит. Да, да, да. Я все равно учусь карасьца. Я же запоминаю. Да, да. Ну, мы тебе верим, Юлечка. Что ты думаешь, что мы не верим, что ли? Конечно, верим. Нет, фью. Все, ребята, время вечер. У нас такой закат яркий. Просто космос. Обалдеть. Никогда бы не поверил, что днем будет вот такой дожди. На тучи там так нахмурились. Я думал, ну все, зарядил на ночь точно. А нет, к вечеру он распогодилось. Красота. Завтра, надеюсь, что будет тепло. Будет хорошо. Завтра мы поедем в город. У нас английский. Потом приедем домой. Я даже не знаю, чем я буду заниматься. Но, поверьте, я что-нибудь придумаю. Тут даже придумывать надо. Работа, она сама найдется. Вон, элементарно хотя бы вот привести в порядок участок. Посмотрите. Трава уже скоро по пояс будет. Юля же купила супертяпку. Надо ее испытать. Что это за супермощная крутая тяпка? Лягушки везде прыгают. У эти маленькие лягушата. Я не знаю, откуда они народились. Бегают, прыгают. По всему у нас огороду. Какая-то мама лягушка их тут нарожала. Они теперь тут везде у меня прыгают. Я тут пугливый какой-то. Быстро убегает. Прям текает. Писали нам, покажи, как лаванда цветет. Вот, видите, начинает свисти. Дождиком ее прибивает только. Ну, она вот начинает свисти. Ароматная она, конечно, вообще обалдеть. Вот это вот особенно. А это? Нет, это нет. А вот это вот очень ароматная. Пришел к папе с Татьяной Викторовной. Хожу горох щипаю. Вот, смотрите. Сейчас в кармашки набью. Пойду Юлю угощу. Дети, если захотят, сами пусть нарвут. Им все равно делать ничего. Целыми днями играют. Веселятся. Алисенька вон сегодня. Пойдем, говорю, почитаешь. А то забудет знакомые буквы за лето. Да и считать надо тоже и примерчики подавать. Пусть считает. Горох какой хороший. Сладкий какой вкусный. На рынке такого нету. Здесь у нас намного вкуснее. В огороде-то свое. Ну что, тут еще маленький есть. Тут еще маленький. Вот хороший. Надо выбирать, в общем. Отлично. Про малину написали. Перед тем, как заваривать, надо ферментировать. Я не знал. Я так просто брал листья. Помнешь просто. И смородину помнешь. И завариваешь. И вкусный чай. А про тимьян. Типа тимьян это тоже чабрец. Тимьян это тоже чабрец. Тимьян это тимьян. Чабрец это чабрец. Просто был один комментарий у меня. Я удивился. Хулиганье вышло на улицу. Да вот и все на сегодня. Такой вот денек был. Ничего такого особенного. Вот кроме как шведской стенки, ты ничего сегодня больше и не сделал. Показывать-то особо и нечего. Всем пока-пока, ребята. Удачки. У красивой черешни ветку-то спилили соседи. Смотрите. Жалко, конечно. Я так надеялся на то, что я ее полопаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.